Жители дома по адресу улицы Генерала Петрова, 50, надолго запомнят последний четверг января. От сильного скачка напряжения пострадало не менее пяти квартир в одной из парадных. Теперь людям придется серьезно потратиться на ремонт техники. Я услышал легкий хлопок, посмотрел в сторону компьютера и увидел, что он дымится. Я подумал, это сам компьютер, я не пришло в голову, что это перепад напряжения. Я подумал, может быть компьютер, он в общем-то старенький, я сразу его отключил и в этот момент задымился принтер. Все, что было вставлено в резетку, так же самое такое же устройство для роутера, роутер не работает, микроволновка нет, Т2 выдержала, телевизор не включенный, но был вставлен, как говорится, в резетку, телевизор не запускается. Я сидела, у меня работал приемник маленький. И вдруг он бог и все. Я думал, что свет потушился, а потом смотрю, лампочка горит. Журналист Максим Войтенко тоже проживает в этом подъезде. Он первым стал трубить о проблеме в фейсбук. Его датчик показывал напряжение в сети до 411 вольт. Раньше такого, по словам людей, в памяти не было. Произошел очень резкий прыжок света. В принципе, у нас достаточно часто в доме, во всяком случае, на моей фазе прыгает свет. У меня стоит отсекатель, барьер, как он называется, на входе в квартиру. И стандартно показывает 255, 275. И он все вырубает по квартире. То есть, все входящее напряжение не стабилизирует, просто вырубает. И в этот раз, в очередной раз вырубил. Я вот подошел к отсекателю, там циферки показываются сколько. Думаю, интересно, сколько в этот раз. Открываю, так челюсть, хлоп, 360, 370. Вытащил телефон. Вот могу даже показать. Один из пиковых показателей сфотографировал 406. Но максимально было 411. Люди сразу стали обращаться во все инстанции. Звонить в колл-центры, в РЭС и Облэнерго. По словам технического директора Одесса Облэнерго, перенапряжение произошло из-за повреждения нулевого провода. В данном случае, по генерала 50, повреждение было внутри домовое, внутренний стояк, разводки внутреннего электроснабжения квартир. Там, по словам ЖЭКа, по словам электрика ЖЭКа, было повреждение нулевого провода, которое привело к перенапряжению. По времени ориентировочно где-то в 11 часов бригада оперативно-диспетчерской службы подъехала. По выходу 14 линия была в резерве, нагрузка по ней была нулевая. По выходу 16, путем замера нагрузок, мы определили нагрузка порядка 70-80 ампер была, пофазная. Напряжение по данным кабельным линиям 220-225 вольт. То есть, по утверждению энергетика, в ситуации виноват ЖЭК. Именно туда теперь нужно обращаться людям для возмещения финансового ущерба. Обращаться в первую очередь в ЖЭК, где электрик ЖЭКа подтверждает повреждения внутри домовой. Он там производил какие-либо работы. Дальше все поврежденное имущество они ремонтируют, предоставляют подтверждающие документы и дальше претензия к эксплуатирующей организации. В данном случае ЖЭК. Правда, сколько времени может занять выяснение отношений поиск справедливости, пока не ясно. Дмитрий Богомолов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».